Рады всех приветствовать. Доброе время суток, правильно сказать, в зависимости от часового пояса. У меня в Нью-Йорке добрый день, с вами Руан Хаскина у Григория Миламедова, доктор исторических наук в Москве. Сейчас добрый вечер. И те, кто нас смотрит из других часов поясов, я предполагаю, большинство это будет добрый вечер. Так что, соответственно, доброго времени суток вам. И у нас встреча с Григорием на тему, которую мы назвали «История Иерусалима. Иерусалим сквозь века». И у нас сегодня будет уже третья встреча, если не ошибаюсь. Верно, Григорий? Третья встреча у нас уже, да? Да. И, ну, короткое такое введение, тема, которая лично меня очень интересует, и, я так понимаю, интересует большое количество наших слушателей. Тема, о которой, на самом деле, довольно редко говорят в Израиле. И вот только в последнее время немного начинают ее освещать. Тема христианского сионизма, она будет как раз связана с историей Иерусалима второй половины девятнадцатого века, первой половины двадцатого века. Я так понимаю, что это то, о чем мы с вами сегодня поговорим. Верно, Григорий? Да. Прошу прощения, открою дверь, а тут душно невыносимо. Да, конечно. Пока вы открываете дверь, я еще скажу пару слов предисловия. Мне кажется, что, ну, собственно, вообще любая абсолютно тема требует рассмотрения с нескольких сторон. И вот то, что происходит в Израиле сейчас, эта тема заново открывается. Буквально несколько лет назад в Иерусалиме открылся очень интересный музей. Открыли его христианские сионисты. Музей называется Friends of Zion, то есть буквально Друзья Сиона. И я хочу сказать, что мне кажется нашим израильским друзьям, тем, кто живет в Иерусалиме, этот музей будет не менее интересен, чем всем тем, кто приезжает в Израиль. Я как раз не рекомендую туристам, которые приезжают в Израиль или в Иерусалим, первый раз сразу посещать этот музей. Музей достаточно, скажем так, special interest museum, как говорят по-английски. То есть он имеет вполне определенную тематику, нееврейскую и очень во многом христианско-сионистскую поддержку сионистского проекта того, что в итоге станет государством Израиля. Музей исключительно интересный, я вам очень рекомендую посетить. Ну, это была наша короткая реклама. Музей мне денег не платит за это, не переживайте. А Григорий с нами. Ну, Григорий, во-первых, рад вас приветствовать, а во-вторых, давайте начинать. Давайте. Значит, я тут уже сделал маленькое предисловие, пока вас не было, Рувен. Суть в том, что, на мой взгляд, есть два течения, точнее, было два течения в Европе 19 века, которые в итоге способствовали потом образованию еврейского государства, переселению евреев в Палестину. Это, помимо христианского сионизма, еще то, что началось с европейского гуманизма и Великой Французской революции. И это, кстати, немножко перекликается с темой вчерашней конференции, потому что французская революция, естественно, антихристианская, антирелигиозная. Вот. Я хочу начать... Сегодня буду много цитировать книгу интереснейшего человека доктора Анатолия Мучника. Израильский ученый, не только историк, если не ошибаюсь, получивший в 97... включенный в 97-м году в книгу Гиннесса «Как самый умный человек планеты». Вот. И автор книги «Христианский сионизм». Вот, если можно, сейчас сделаю демонстрацию экрана. Я начну с того, что он пишет. Хорошо? Прекрасно. Вот. Анатолий Мучник. Об общем отношении христианства к Иерусалиму. Речь идет о 19 веке. Мы вправе спросить, что осталось теперь от этой неудержимой страсти и мечты об избавлении? Конечно, поражение крестоносцев привело со временем к ослаблению территориальных притязаний христианства. Церковь стала уделять больше внимания новому Иерусалиму, пребывающему на небесах, нежели земному, оставшемуся на востоке. Однако неверно было бы полагать, что по мере идеализации христианской веры и ослабления политической власти церкви, мечта о Сионе перестала преследовать христиан. Иерусалима. В какой-то степени присутствует обновленный Иерусалим. И вот дальше очень интересная мысль. Здесь мы имеем дело с так называемой смещенной христианской идеей. Сам по себе интерес к земле обетованной как темы христианской надежды и духовных устремлений переместился из центра их теологической доктрины на ее периферию. Но этот интерес по-прежнему присутствует в ней в форме различных полурелигиозных представлений. Сионистская идея, мечта о восстановленном еврейском государстве на земле Израиля в значительной степени, гораздо более значительной, чем принято считать, является и христианской мечтой. Христиане остро нуждаются в этой земле как материальном воплощении их теории окончательного спасения. Они сами не могут принять участие в осуществлении божественного замысла, ибо их теологическая доктрина, образно говоря, ушла из земной сферы. Но по их представлению кто-то другой должен свидетельствовать об особой миссии святой земли. Эта задача уготована Израилю воплоти, в кавычках, то есть еврейскому народу. Это вот такое вступление. А сейчас я чуть-чуть перейду к европейским гуманистам. Меня видно, слышно? Прекрасно видно и хорошо слышно. Хорошо. Итак, Вольтер. Это ведь еще 18 век. Человек, вообще говоря, неоднозначный. Человек, имеющий репутацию антисемита. И вот он в 1764 году пишет следующее письмо к евреям. Зачитываю. Возвращайтесь скорее в страну Иуды. Не обвиняйте меня в том, что я не люблю вас. Я люблю вас настолько, что хочу, чтобы вы были в Иерусалиме вместо турок, которые окончательно разорили вашу страну. Но в то же время они построили прекрасную мечеть на месте вашего храма. Обрабатывайте эту убогую пустыню, как ее обрабатывали некогда. Поднимайте землю на оголенные вершины ваших иссушенных гор. Награда за труд не будет щедрой, но у вас будет доброе вино, немного финиковых пальм, оливковых деревьев и стада. Хотя Палестину нельзя сравнить с Провансом, вы все же можете получить от вашей земли все, что получают от своей земли жители Прованса. Разумеется, лошадей там у вас не будет, потому что их там нет, а в окрестностях Иерусалима испокон веков водились только ослы. Часто вы будете испытывать недостаток в пшенице, но ее вы сможете добыть в Египте или в Сирии. Ваши товары вы сможете доставлять в Дамаск или в Сайт на ослах, а может быть даже на верблюдах, о чем вы не знали в дни ваших царей. И это будет вам большой помощью. Иначе говоря, упорный труд, для которого рожден человек, сделает плодородной землю, доведенную до запустения и упадка ее владельцами из Константинополя и Малой Азии. Итак, как можно скорее возвращайтесь в Иудею. Я попрошу у вас только две-три еврейские семьи для ведения мелкой торговли в том месте, где живу я. Ибо, в отличие от нас, вы весьма благоразумны в роли купцов и торговцев. Останавливаю демонстрацию. Вот интересно, Рувен, вот после такого письма, вот какие есть чувства, вообще ощущения? Вообще говоря, я хотел сказать, как человек, который вырос в общем-то в достаточно антисемитской стране, если уж на то пошло, Россия, ну, как чувство филосемитизма со стороны христиан в России, я думаю, очень мало кто испытывал. В общем, для меня разговор на тему христианского сионизма достаточно интересен в контексте того, что я сам об этом очень мало знал в недавнее время. Для меня, например, был откровением, совершенно откровением тот факт, что одна из самых известных в Англии патриотических песен называется «Ирусалим». Эта песня настолько широко известна, что как бы ее поют английские болельщики. И, кстати, недавно вышла одном группа «Аукцион», где эта песня современной обработки звучит в русском переводе, в очень красивом русском переводе, в исполнении Федорова. Какие-то вещи, которые основы западной культуры и цивилизации, в деле христианские ценности. Я не слышал никогда об этом в русском переводе, в русской интерпретации. Я вообще склонен думать, что православная церковь и православный христианский мир, в общем, находятся совсем еще в другой ипостаси взаимоотношений с евреями. И вот эти изменения в западном мире, которые произошли, в особенности в 20 веке, после Ватиканских соборов, знаменитой католической церкви, у протестантов, может быть, даже еще раньше, они, конечно, очень-очень интересны. Они во многом влияют на наши взаимоотношения с христианским миром. Мы этой темы немного коснулись вчера, когда была конференция, но вот то, о чем вы говорите, например, Вольтер. Вольтер действительно у меня всегда ассоциировался, в общем-то, с его довольно известными антисемитскими рассказами. Для меня это откровенно. И он атеист. И он атеист, да. Безумно интересно, на самом деле. Вот, и отсюда мы можем дальше прокинуть, как бы, лесенку к Великой Французской революции. Собственно говоря, то, что Великая Французская революция сделала с евреями, это немножко похоже на то, что сделал Горбачев, как ни странно. Ведь Горбачеву меньше всего интересовала еврейская тема. Он отрицал, что в Советском Союзе существовал государственный антисемитизм. Но, тем не менее, его политика сама собой привела и к прекращению государственного антисемитизма, и к восстановлению дипломатических отношений, и к свободе репатриации, и к свободе всей еврейской жизни. Вот, просто так получается, как побочный результат. И то же самое французская революция. Французская революция просто не могла себе позволить, если уж она провозгласила равенство всех сословий, она не могла себе позволить, чтобы евреи продолжали оставаться в гетто. Это наносило ущерб всей их идеологии, вообще всему. Это всему противоречило. Не говоря уже о том, что, конечно, они были заинтересованы в еврейских капиталах и в хороших отношениях с еврейскими магнатами в других странах. И эту же политику унаследовал Наполеон. Раз уж в прошлый раз нас просили поговорить о Наполеоне, то немножечко давайте его коснемся, потому что это как раз продолжение этой линии. Итак, Наполеон собирает в Париже помпезно так называет это собрание Сенедрион. Сенедрион, да. Да. 71 человек. Гренадеры приветствуют. Все в парадных одеждах. И чего же он требует? Он требует, чтобы еврейская община Франции, так сказать, присягнула ему на верность и отказалась от идеи возвращения в землю Израиля. И собравшиеся выполняют его волю, дают такое обещание. То есть там вопрос, по сути, в каком-то смысле для Наполеона, если я правильно понимаю, вопрос двойной лояльности. Прежде всего вы французы, а потом можете быть евреями, но прежде всего вы французы, вы должны быть неверны. Вот такой подход примерно. Такой подход, да. Но при этом вполне однозначное требование отказа от мечты о возвращении в Палестину. И это немножко противоречит тому, что многие рассказывают о наполеоновском походе, который состоялся чуть раньше. Собственно говоря, целью похода было овладение Египтом, присоединение Египта к североафриканским колониям Франции. И Наполеон мечтал о том, чтобы перерезать англичанам ее путь на восток, ее путь в Индию. И самому, может быть, потом овладеть Индией. Вот, конечно, из этого ничего не получилось у него. И он пришел потом в Палестину из Египта не от хорошей жизни, потому что он был вынужден покинуть Египт. Но распространился слух, и сейчас это повторяют многие историки, что якобы, находясь там, в Палестине, Наполеон обратился к евреям с воззванием, где говорил совершенно другое, чем вот на этом собрании Сенитриона. И обещал некое государственное образование под его покровительством, обещал якобы восстановление храма. Об этом до сих пор идут споры. Я, честно говоря, придерживаюсь того мнения, что согласен с теми историками, которые говорят, что Наполеон этого на самом деле не обещал. И он сам об этом пишет в своих мемуарах. Если рассуждать логически, то ему просто было не до этого. Потому что в Палестине он находился под угрозой, что английский флот вообще отрежет ему путь домой. Он не мог там строить никаких долгосрочных планов. И опереться на еврейскую общину Палестины, которая тогда была еще маленькая, он тоже, конечно, не мог. Но тем не менее... Да, в общем, мы знаем, что евреи Палестины во многом были лояльны туркам. Во время осады Акку они вместе с турками защищали город. И когда английский флот пришел и выгнал оттуда, по сути, Наполеона, мы знаем, что евреи Акка это приветствуют. Да. Но тем не менее, поход Наполеона, как пишет вот тот же Анатолий Мучник, принципиально изменил отношение мира, ну, в принципе, западного мира к Палестине. То есть, если до этого Палестина была чем-то таким, связанным с легендами, с религией, что-то такое абстрактное, идеальное, то тут она вдруг становится, вот, точка на карте, вокруг которой строится политика. Ею важно овладеть. Нужно туда проникнуть. Нужно... Здравствуйте, Нехама. Нужно... Для англичан нужно ни в коем случае не допустить, чтобы эти земли достались Франции. Впоследствии министр иностранных дел Великобритании лорд Палмерстон скажет свою знаменитую фразу «Мы не можем допустить, чтобы наш путь к нашим восточным владениям шел через владения Франции». И вот с этого начинается борьба великих держав. Хотя Наполеон, может быть, этого и не имел в виду. Ну, на этом мы, пожалуй, закончим с темой французской революции и того, что мы говорили о Вольтерии, о гуманизме, и можем уже перейти непосредственно к христианскому сионизму. Рюбин, хотите что-нибудь добавить? Ну, я могу лишь совсем пару слов добавить о том, что вы упомянули французскую революцию. Примерно в это же время происходит революция, которая во многом была под воздействием библейских ценностей, это американская революция, и там евреи сыграли достаточно существенную роль. Но это не наша тема, поэтому, так сказать, я могу отослать вас к целому ряду книг об этом. Это довольно интересно само по себе. Евреи принимали активное участие и в финансировании революции, и в самой революции, но, как бы, опять же, не совсем наша тема. Хорошо. Тогда, значит, вот вы, кстати, упомянули сегодня православную церковь. Я, поскольку живу в России, знаю ее гораздо лучше, чем католическую, но думаю, что в том отношении, о чем я сейчас буду говорить, они схожи. Они, хотя и считают себя наследниками того, что они называют Верхним Заветом, то есть наследниками Танаха, но в повседневной жизни уделяют этому очень мало внимания. Вы не найдете здесь проповедей, в которых упоминаются какие-то персонажи из Танаха. Так, практически в религиозных школах это не изучается. Совсем по-другому у протестантов. Впоследствии Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании периода Первой мировой войны, объясняя, собственно говоря, почему, откуда у него взялись симпатии к еврейскому народу, он скажет, что я в школе так много изучал еврейскую историю, имеется в виду Танах, Библия, что я помню наизусть всех израильских царей, могу их перечислить. А вот, например, королей Уэльса я помню всего человек пять, не больше. Да, вы знаете, у него есть еще другая замечательная цитата на эту же тему, когда он встречался с Вайсманом, и Вайсман называет ему, это Первая мировая война, Вайсман называет ему, рассказывая положение в Палестине, разные географические названия в Палестине, и Ллойд Джордж в восторге говорит ему о том, что эти названия ему звучат намного ближе, чем названия мест на фронте во Франции. Да. Вот. Но это, конечно, только один фактор. Второй фактор заключается в том, что именно в это время происходило действительно освоение новых земель, освоение Америки. И постоянно протестанты, которые туда переселялись, ассоциировали себя с еврейским народом, идущим через пустыню, переходящим в Иордан. Даже названия американских городов постоянно. Новый Иерусалим, Новый Сион. Даже не протестанты, даже мормоны. Мормоны идут через пустыню в сторону Солт-Лейк-Сити, страдают от жажды, и их лидер говорит, тот, кто высек воду из скал, не оставит свой избранный народ. То есть, мормоны даже ассоциируют себя с древним Израилем. Вы знаете, вы напомнили о мормонах. В Америке совершенно замечательный национальный парк в штате Юта, как раз связанный с этой историей. Парк называется Зайн, Сион. И три самые важные вершины в этом парке – Авраам, Ицхак и Яков. Мы как раз недавно с женой ездили туда. Удивительно красивое место. Очень приятно, что оно вот так связано действительно с нашей историей. И вот можно назвать довольно много известных англичан, британцев, про которых даже мало кто знает, что они имели отношение к христианскому сионизму. Это Пристли, это Исаак Мьютон, это Лорд Байрон, это писательница Эванс, которая писала под псевдонимом Джордж Эллиот, это полковник Черчилль, дядя известного нам, Уинстона Черчилля. Но я сейчас опять хочу сделать шерч, я сейчас делаю. Просто интересно, сравним Байрона и писательницу Джордж Эллиот. Совершенно разные подходы. Я просто процитирую. Между прочим, я вообще не знал, что знаменитое стихотворение Байрона, где у птицы есть гнездо, у зверя есть нора, что оно посвящено евреям. А ведь стихотворение заканчивается так. У людей есть страна, у каждого человека есть его страна, у Израиля есть только его могила. И это из сборника еврейской мелодии Байрона. То есть сборник просто пропитан симпатией. Но вот смотрите, что пишет про Эллиота Гарольд Фиш в книге «Еврейская революция». Джордж Эллиот в начале 1870-х годов начала интенсивно штудировать литературу и посещать синагоги с тем, чтобы написать еврейский роман. И вот он ее цитирует, что она чувствовала, она пишет о себе, «нестерпимое желание относиться к евреям с такой симпатией и пониманием, какие только могут позволить мое существо и познание. Мы, люди Запада, взращенные в христианских традициях, находимся в особенном долгу перед евреями. И независимо от того, осознаем это или нет, связано с ними неким товариществом, основанным на религиозных или моральных чувствах». А вот теперь Байрон. Великий английский поэт Байрон верил в Троицу, но с не меньшим восторгом относился и к идее восстановления Иерусалимского храма. Для него, как и для других выдающихся мыслителей, было очень важно, хотя они не всегда отдавали себе в этом отчет, чтобы спасение человечества происходило на твердой материальной почве. И поскольку в эпоху промышленных революций христианство не смогло или не захотело заняться таким спасением, эта роль была доверена еврейскому народу, который, наоборот, упорно отказывался передать ее кому-либо. То есть различия. В первом случае мы видим просто любовь, просто идеализм, ну в хорошем смысле идеализм, эмоции. У Байрона уже не только симпатия, у Байрона уже и идея, так сказать, диригирования евреям каких-то полномочий, с которыми не справляется христианство. И это тоже важная часть христианского сионизма. Ну, Байрон вообще, надо сказать, у меня вызывает особую любовь не только из-за своих стихов, но также как-то так с детства сложилась такая романтическая литература, вообще образ Байрона, который, как мы знаем, вообще погибает в войне за права греков, так сказать, да, вообще он был совершенно уникальной, интересной личностью. Но вот я обратил внимание, сейчас вот вы об этом говорили, Англия тут играет какую-то особую роль вообще в этой истории с христианским сионизмом. Вот даже эта книга, которая издана в Америке, книга, которую те, кто читают по-английски, я рекомендую прочитать, Standing with Israel, написанная одним из известных христианских сионистов Дэвидом Брогом. Исследуя корни истории христианского сионизма, в общем-то, прослеживают их очень четко в Англии. Есть какие-то причины, почему это так происходит? Я думаю, просто потому, что Англия была на тот момент крупнейшей протестантской державой. Это во-первых. Все-таки Соединенные Штаты, я думаю, в 19 веке, еще на втором месте после Британской империи. Во-вторых, у Англии очень органичное соединение вот этого идеализма, религиозных представлений и вполне конкретных политических планов. Прежде всего, в противостоянии с Францией за влияние на Ближнем Востоке. И Англия приходит к выводу, что, прошу прощения, очень удобно использовать идею покровительства евреям в их возвращении в землю Израиля для того, чтобы наращивать свое собственное влияние вот там сначала в рамках Османской империи, в рамках дипломатии, а потом уже и в ходе Первой мировой войны завладеть Палестиной. Но, конечно, было бы с нашей стороны нечестно говорить, что, скажем, среди немцев или среди французов не было христианских сионистов. Были. И в том числе и переселялись. И тот район, который сейчас называется в Иерусалиме немецкая колония, хотя немцы потом были выселены оттуда, но это ведь люди, приехавшие туда в общем-то с такими же намерениями. Ну, там немножко сложнее ситуация. Это темплеры. История темплеров это как бы отдельная довольно интересная история. Мы знаем, что в 30-е годы движение темплеров во многом, например, было охвачено симпатией к национал-социалистам. И есть знаменитые фотографии Иерусалима 30-х годов со свастикой. Я думаю, о темплеров мы поговорим отдельно. Может быть, в контексте наших следующих встреч. Это вообще отдельная очень интересная тема. Я бы не стал темплеров ассоциировать с христианским сионизмом. Просто по той причине, что тут, в общем, это достаточно такая секторальная история с темплерами. И у них, в общем, есть какие-то свои определенные здесь интересы. Мы знаем, они основывают свои сельскохозколонии. Мы знаем, что их взаимоотношения с первыми сионистами довольно непростые. Тут как бы история, на самом деле, мне кажется, которая требует отдельного рассмотрения. Она не столь проста. Ну, да, я сейчас, конечно, не говорю об орденах. Я говорю о людях, преимущественно именно протестантах, которые тоже интересовались Палестиной, как англичане, и тоже ехали туда. Среди них были и немцы, среди них были и французы. Известно, что большинство немцев поселилось в Хайфе, и именно поэтому потом кайзер Бильгельм начал свое путешествие с Хайфы. Но пока возвращаемся действительно к Англии. В начале XIX века создается так называемое лондонское еврейское общество по распространению христианства среди евреев. Хотя оно называется еврейским, но понятно, что это протестантское общество. Я его в дальнейшем, если можно, буду просто называть лондонское общество. И вот здесь мы с вами подходим к одной очень непростой теме, к теме миссионерства, потому что, в общем-то, как практически любая тема, которую мы рассматриваем, она имеет две стороны. Тема христианского сионизма тоже связана с миссионерством. И вот здесь, как раз, говоря о лондонском обществе, мы действительно с вами подходим к этой теме. Да, забегая вперед, можно сказать, что из миссионерства ничего не получилось. То есть, вот эта вот составляющая христианского сионизма, она в нем, безусловно, была идея не просто переселения евреев в Палестину, но и обращение их к христианству, хотя бы части из них. Эта идея была, но она в итоге сошла на нет. Во-первых, просто потому, что ничего из этого не получилось, а во-вторых, потому что с политической точки зрения англичанам было совершенно безразлично, останутся евреи евреями или кто-то из них примет христианство. В плане вот тех английских геополитических интересов, которые в конечном итоге привели к декларации Бальфора. Но вот возвращаясь к лондонскому обществу, оно начинает очень активную деятельность по всему Ближнему Востоку, действует долго, постепенно у него появляется идея строительства англиканской церкви на горе Сион. Кстати, Рюэн, вот вы упоминали, кажется, в нашей первой передаче о том, что якобы христиане хотели построить церковь на храмовой горе. А вот не могло ли такого получиться, что поскольку все время путали храмовую гору с горой Сион, что речь идет именно вот об этом строительстве. Ну, это просто так, маленькая ремарка. Как вы думаете? Ну, я хочу сказать вообще по поводу горы Сион. Существует целый ряд интересных исследований на эту тему. Вообще не очень понятно, где, собственно, гора Сион на самом деле находилась. Ведь то место, которое сегодня определяют как гору Сион, мы знаем, что предположительно, это то место, где царь Давид, собственно, и построил свой дворец, и находится непосредственно рядом с храмовой горой. Это место было идентифицировано изначально крестоносцами, как одна из высоких точек в Иерусалиме, но вообще говоря, сегодня многие археологи склонны считать, что это не совсем верная идентификация. Мы знаем, что, например, знаменитый музей под открытым небом, город Давида, находится существенно ниже. Ну, те, кто знаком немножко с географией Иерусалима, знают, о чем я говорю. Это отдельная, очень интересная тема. Но вы сейчас упомянули действительно вот эту историю с протестантскими церквями в Иерусалиме и церковь Христа, которая была первой протестантской церкви, если вы позволите, я сейчас покажу фотографию, довольно известное место в Иерусалиме. В общем, конечно, однозначно носил миссионерский характер. Если, не то чтобы я сильно рекомендовал посещать церкви, но лично я не вижу в этом большой проблемы, если вы делаете это с точки зрения вашего общекультурного интереса, вот это довольно известное здание находится недалеко от Явских ворот, церковь Христа. Эта церковь известна тем, что там отмечались в том числе еврейские праздники, и богослужение частично происходило на иврите. И вообще, достаточно просто посмотреть на эту церковь снаружи, уже создается впечатление того, что она во многом адресована, конечно, евреям и ставит свои цели обращения Еврея в христианство. Более того, мы знаем, что на территории этой церкви, на этом участке также была построена первая больница в Иерусалиме. Первая больница в Иерусалиме, и это во многом побудило в итоге еврейскую общину строить свои больницы, потому как, ну, на самом-то деле, конечно, ситуация, когда вас лечат не только телом, но также пытаются изучить ваш дух, многим раввинам, конечно, эта история очень не понравилась. И попытки обращения евреев в христианство, безусловно, имели место быть, тем более, что часть паства и часть руководства этой церкви были евреями и крюсенами. Здесь тогда придется сделать маленькое отступление. Все-таки мы говорим о Европе все время и совсем забываем, какая же была реальность тогда в Иерусалиме. То есть, с чем сталкивались те, кто туда приезжал, в каком положении была еврейская община. Я сейчас постараюсь очень коротко это обозначить. обозначить. Где-то до 17 века Иерусалим, в общем-то, развивался по мере того, как развивалась сама Османская империя. Но как только начинается закат Османской империи, так начинается и закат экономический и социальный Иерусалима. в составе империи он был даже не областным центром, так сказать, а райцентром. Он был центром небольшого Санжака. Это такая административно-территориальная единица, который входил в состав более крупной единицы Виллаед со столицей в Дамаске. То есть, никакого политического значения вообще. Евреи, как и христиане, имели статус зимми. То есть, признавалось, что они придерживаются единобожия, но стоят ниже мусульман. Они были обложены очень сильными налогами. И, кстати, когда начался закат Османской империи, то империя начала буквально выкачивать деньги со своей периферии и для Иерусалима это было очень тяжело. Иерусалимские евреи были бедны, они могли жить в сущности только на пожертвования из диаспоры. Было запрещено строительство сенового. И, кстати, строительство церквей тоже было запрещено. Разрешалось, официально разрешалось только ремонтировать и реставрировать уже существующие. поэтому, когда англичане и другие протестанты стали реализовывать свои проекты по строительству церквей, в частности, то им пришлось действовать и взятками, и уговорами, и использовать в частности интересную ситуацию, которая сложилась на Ближнем Востоке в сороковые годы, в конце тридцатых годов девятнадцатого века. Что там произошло? Произошло то, что правитель Каира, Египта, Мехмед Али, который, конечно же, был подчинен султану, он был его вассалом, по происхождению албанец, попытался отделиться, провозгласил, по крайней мере, свою автономию. И европейские державы просто были в восторге от возможности использовать конфликт между Мехмедом Али и султаном для того, чтобы вмешаться в дела Османской империи и усилить свое влияние в Палестине и в Иерусалиме. Но тут еще один фактор сыграл роль поражения Османской империи в Крымской войне и капитуляции Османской империи. Безусловно. Безусловно. Капитуляции в данном случае я поясню о чем идет речь для наших зрителей. В данном случае речь идет не о капитуляции в таком смысле, как капитулировала Германия, а это соглашение. Это соглашение, которое еще со средних веков пытались заключать европейские державы с Османской империей. То есть, допустим, Франция договаривается о том, что все католические церкви, скажем, в Иерусалиме, будут под ее особым протекторатом. Она выставит там свою охрану, она будет покровительствовать паломникам, которые туда едут, она будет покровительствовать общине, которая вокруг этой церкви. То есть, это некий аналог вот современного статуса иностранных посольств. Такой функциональность уверения тех. И французы в этом ушли сначала дальше других, но потом к этому присоединилась и Россия, и дальше уже и англичане, и другие державы. Да, практически все европейские державы, Австрия, Пруссия, практически все европейские державы. И у нас с вами очень интересная ситуация. Те, кто был в музее истории Иерусалима, музей, который как раз находится прямо при входе в старый город, знаменитый Мигдаль Давид, и там вот этот музей, наверное, видел, очень интересно, как бы, картины Иерусалима второй половины 19 века, где Иерусалим становится неожиданно после этих капитуляций многонациональным городом, где появляются всевозможные разные почты, австрийская почта, французская почта, русская почта, и европейские державы начинают строить свои определенные объекты собственности в Иерусалиме, не только церкви, но вот, например, русские строят русское подворье, как мы знаем, где русские паломники могут находиться, и у них есть практически все, что необходимо для их пребывания в Палестине. Это довольно интересная ситуация, которая как раз сложилась именно после поражения Османской империи в Крымской войне. Да, и сейчас мы об этом поговорим, только будет еще одна тема, завершая разговор о лондонском обществе. Дело в том, что как раз вот в 40-м году, в 1840-м году в Дамаске происходят трагические события, так называемый Дамасский навет. То есть, это очередное обвинение евреев в ритуальном убийстве, а пропал там священник, католик Капуцин. И обвинение выдвинул, между прочим, французский консул в Дамаске. И лондонское общество бросилось защищать евреев в Дамаске. И произошла удивительная вещь, что объединилось сразу несколько таких течений. Объединились, во-первых, вот последствия французской революции, объединились еврейские общины разных европейских стран. Они уже не боялись напрямую обращаться к своим правительствам, не только евреи Англии, но и евреи Франции. Обращаться к своим правительствам с требованием послать туда комиссию по расследованию разобраться, защитить. И лидер французского еврейства Кремье туда направляется вместе с еврейским магнатом, подданным Великобританией, Монтефиоре. И, конечно, у них бы ничего не получилось, если бы не британская дипломатия, потому что британская дипломатия однозначно дала отмашку добиться положительного решения в плане Дамасского навета всех освободить, договориться об этом и с Мехмедом Али, договориться и с султаном. И впервые случилась уникальная вещь. Впервые в синагогах Иерусалима молились за успех делегации, состоящие из христиан и, мало того, в составе которой был крещеный еврей. Действительно уникальная на самом деле история. И, ну, она всколыхнула не только еврейским миром, она всколыхнула общественное мнение того времени. И, наверное, это действительно может быть первый пример такого успеха в борьбе с антисемитизмом, потому что история подобных наветок, мы знаем, в Средневеках было немало. История, так сказать, полна всевозможных инцидентов подобного рода, но это действительно довольно-таки уникальное событие. Да, но, конечно, объяснять только этим эпизодом все, что произошло дальше, было бы неправильно. Политика Англии естественным образом приводит к тому, что вот практически вот одновременно с этой историей, с дамасским наветом, открывается британское консульство в Иерусалиме. Это принципиально меняет всю ситуацию. Это означает, что Иерусалим становится политическим центром, ведь консульства открываются либо в столицах, либо в каких-то очень экономически значимых городах. А если Великобритания открыла свое консульство, то, естественно, за ней последовали другие державы. Буквально в течение каких-то 15 лет там открываются консульства французское, русское, немецкое, австрийское, если я не ошибаюсь. А дальше начинается новый этап. Поскольку туда направляются люди, направляются деньги, туда, это я имею в виду в Палестину, в Иерусалим, то начинает развиваться экономика. Это такой процесс, где один процесс помогает раскручиваться другому. Приезжает все больше евреев, приезжает все больше христианских паломников, миссионеров, то есть увеличивается население. Если в 1844 году собственно население Иерусалима составляло всего 15 тысяч человек, из них евреи 7 тысяч, мусульмане 5 тысяч, христиане 3, то дальше начинается взрывной рост населения. И мало того, в 1969 году открывается Советский канал, теперь уже англичанам просто жизненно необходимо контролировать эту территорию. И впоследствии, кстати, когда будет провозглашена декларация Бальфора, то видный деятель сионистского движения Макс Нордау скажет премьеру Ллойд Джорджу, вы думаете, мы не понимаем, чего вы от нас хотите? Вы хотите, чтобы мы для вас обеспечивали судоходство по Советскому каналу, чтобы мы обеспечивали вашу связь с вашими индийскими колониями, но для этого мы должны быть сильны, помогайте нам стать сильными, помогайте нам создать еврейское государство. Это, кстати, очень интересный момент. Я чуть было не забыл об этом сказать, что и христианский сионизм, и настоящий сионизм, в смысле еврейский, прошли в чем-то схожий путь. На первом этапе и те, и другие говорили просто об освобождении еврейского народа. И только на втором этапе перешли к идее освобождения земли Израиля. И только на третьем появляется наконец-то идея создания еврейского государства. Вот интересная параллель, правда? Это действительно очень интересно. Вообще у нас сегодня была заявляет тема христианского сионизма, но вы упомянули, как мне кажется, очень важную фигуру, фигуру лорда Монтефьоры, который сыграл очень важную роль вообще вот в том процессе постепенного заселения земли Израиля, и мы знаем, что он несколько раз посещал землю Израиля, он был очень близким к королеве Виктории, во многом можно сказать, что он фигурой совершенно легендарной, он прожил 101 год, может быть, мы немножко поговорим об этом совершенно удивительном евреи, второй половина 19 века, который стал для многих совершенно уникальным примером того, как человек, который, в общем, хотя в молодости он немного отошел от еврейских традиций, продолжал придерживаться еврейских традиций, был очень строг в этом, он путешествовал прямо по Палестине, и даже когда встречался с русским царем, он исключительно соблюдал Кашурту, у него был свой повар, может быть, мы немного поговорим действительно о Монтефиоре, уникальная совершенно фигура. Я думаю, что можно и о Монтефиоре, и о семье Ротчильдов, которые тоже сыграли большую роль, но, собственно говоря, они занимались тем, что пытались выкупать земли, в частности, конечно, в частности, чем они пытались заниматься, пытались покупать земли для того, чтобы евреи могли приезжать в Палестину и там селиться, пытались создавать на этих землях какие-то хозяйства, и параллельно с этим, особенно Монтефиоре, конечно, все время заступался за евреев, вот так же, как в истории с Дамасским Наветом. Он вел, между прочим, переговоры, насколько я знаю, и с султаном, и там заходила речь о некой национально-культурной автономии для евреев, но султан ответил совершенно четко, что меня интересует репатриация евреев только с точки зрения того, чтобы они привозили с собой свои капиталы и оживляли экономику моей империи. А если я разрешу хотя бы одному этносу некую автономию, то этого сразу начнут требовать все остальные в империи, поэтому я на это не могу пойти. Ну, собственно говоря, то же самое говорили и Ротшильдам. Я бы хотел здесь все-таки раз мы с вами говорим о Монтефьоре, у нас, наверное, будет уместно показать, во-первых, то, как выглядел сэр Монтефьоре, который действительно оказал очень большое влияние на то, что происходило в Иерусалиме, и мы знаем, что вот вы упомянули о большом росте Иерусалима в этот период, Иерусалим начинает впервые выходить за стены старого города, и, ну, первый еврейский район как раз связан с именем Монтефьоре, и вот с этой знаменитой, по сегодняшний день знаменитой, все туристы в Иерусалиме обязательно фотографируются в ходе в Явские ворота, и с одной стороны у нас стены старого города, а с другой стороны будет вот эта знаменитая мельница Монтефьоре, и первый уже вышедший за стены еврейский район, Емин-Моше, сейчас он назвал в честь, конечно же, в честь сэра Мозеса Монтефьоре, но это район, который вообще претерпевает очень интересные истории и перипетии на протяжении веков, мы знаем, что очень долго эта мельница будет без головы, без крыши, не так давно ее реставрировали, вернули ей, так сказать, ее к крышу, а связано это было с тем, что уже самый конец эпохи британского мандата, здесь эту мельницу занимают солдаты Аганы, и хотя англичане еще не ушли, это находится буквально совсем рядом с резиденцией англичан, и верховный комиссар, приезжая рядом, обращает внимание на то, что стоят солдаты Аганы, и он в совершенно полном шоке посылает британских минеров, royal miners, чтобы они эту, так сказать, мельницу, как он говорит, к чертям взорвали, но когда royal miners, один из которых как раз оказался в общем-то земляком сэра Монтефюре, увидел надпись о том, что эта мельница дана в подарок сэра Монтефюре из города Лидерги, Ингланд, он совершенно оказывается, он говорит, я не могу это взорвать, и в итоге принимает компромиссное решение, взорвает только, так сказать, только то место, где, собственно, была позиция Аганы, то есть только вот эту крышу мельницы, и мельница будет очень долго у нас стоять без головы, буквально несколько лет назад, ну, уже не так давно на самом деле, больше, чем несколько лет назад, я уже не помню точно, ее полностью восстановили, и это то, как она выглядит сейчас. А вообще история, конечно, Монтефюрка, это история довольно уникальная, история не просто придворного еврея, а история человека, который, будучи придворным евреем, не забыл о своих еврейских корнях и сделал очень многое для жизни еврейского народа, в том числе, конечно, и для сионистского движения. Да. Спасибо большое, Реолен, за этот рассказ. Так вот, мы можем, мы уже подходим постепенно к 20 веку декларации Бальфора. Значит, какие у нас уже есть факторы изменения ситуации в Палестине и в Иерусалиме. Во-первых, открытие там консульств всех ведущих держав мира. Во-вторых, увеличение численности, приток туда людей и капиталов. Дальше, примерно в это же время, уже вторая половина 19 века, развивается туризм, начинает развиваться туризм в том виде, как мы его знаем сейчас. Мы знаем, например, о путешествии Марка Твена в Иерусалим и вообще в Палестину. А дальше начинается просто паломничество. Ведь достаточно одному показать пример, как сразу же стадное чувство, видимо, не чуждо даже августейшим семействам. Так вот, начинается буквально паломничество в Палестину и в Иерусалим европейских монархов. А что это означает? Вот, допустим, приезжает император Австро-Венгрии. Он приезжает в Яфу. Но нельзя же допустить, чтобы такой человек ехал просто по пустыне, по камням. Нет. Надо построить дорогу. А ведь в Иерусалиме не было ни одной мощеной дороги, не было никаких дорог хоть сколько-нибудь современных по тому времени связывающих его с другими городами. Так вот, строится дорога Иерусалим-Яфа. А потом французам приходит в голову идея построить там еще и железную дорогу. Приезжает кайзер Вильгельм. Он приезжает в Хайфу. И опять же строится дорога. И таким образом... Ну, а потом кайзер, знаменитый визит кайзера в Иерусалим, о котором, я думаю, мы должны отдельно поговорить в контексте его встречи с герцолем. И, может быть, как раз это будет одна из тем нашей следующей встречи, когда мы поговорим вот уже с точки зрения раннего сионизма о том, что происходит в городе. Поговорим, конечно. И о том, как была частично разобрана стена городская. И как над кайзером Вильгельмом издевались по этому поводу в Европе. Стены разобрали, чтобы он мог торжественно въехать в Иерусалим на белом коне. К этому времени Турция немножечко отошла от союза с Англией и искала союза с Германией, что и предопределило ее судьбу. Я с вашего разрешения еще одну фотографию хотел показать. Вы говорили о туризме в Иерусалиме. И первое туристическое агентство, которое открывается, и вы видите здесь слева на этой фотографии вы можете увидеть Томас Кук Кукс Туристофис прямо у входа в Ярские ворота. Мы с вами видим вход в Ярские ворота. Это 1890 год. Агентство Томаса Кука, одно из очень известных агентств, которое, кстати, недавно разорилось, было первым, которое открылось в офисе в Иерусалиме прямо при входе в Ярские ворота. Да. И так получается, что к началу XX века практически готова уже вся сцена, на которой разыграется та часть Первой мировой войны, которая касается Ближнего Востока и Палестины. То есть, уже там присутствуют европейские державы, уже ясно, что Османская Турция ослабевает и, скорее всего, потеряет скорый контроль над этими землями достаточно одной войны, и это произойдет. уже идет еврейская репатриация и, наконец, создана уже инфраструктура определенная. И вот начинается Первая мировая война. Англичане, конечно, мечтают о том, чтобы заблудить Палестиной и Иерусалимом, но в начале войны они еще не уверены, что сумеют это сделать самостоятельно, без помощи союзников. Просто не потому, что турецкая армия сравнима с английской, конечно, нет, а просто потому, что англичанам приходится воевать на несколько фронтов. И они ведут переговоры, во-первых, с Россией, с царской еще Россией, обещая ей определенные преференции в Иерусалиме, Бейтлехаме и Назарете и Яффе. Они ведут переговоры с правителем Мекки, прапрадедушкой нынешнего короля Иордании. Они обещают ему создание арабского государства, где он будет королем, и намекают, что Палестина может войти в состав этого государства. Они ведут переговоры с Францией, что самое главное. переговоры 1916 года с участием Сайкс-Пико. Да. Два министра иностранных дел. Министра иностранных дел Великобритании Сайкс и Франции Пико. Переговоры, в ходе которых впервые выдвигается идея, что Палестина, в дальнейшем это будет об Иерусалиме, что Палестина будет некой особой территорией после войны, после изгнания турок, под особым международным управлением. То есть, это первый пример такой идеи вообще в дипломатии. Хотя совершенно непонятно, как это можно было бы реализовать практически. Какие войска там бы стояли, как бы это все было. то есть, это результат некого компромисса, видимо, необходимого на тот момент. Да, это результат некого компромисса и смысл этих соглашений в сущности только один, что Англия заверяет Францию в том, что она не будет одна владеть Палестиной, что этот вопрос будет как-то решаться, будет какой-то общий статус рассказать на конференции, может быть. Но дальше происходит следующее. В 17-м году становится ясно, что Англия одна, без союзников, овладеет Палестиной и Иерусалимом. Генерал Аленби, командующий британской армией, входит в Иерусалим торжественно и спрашивается, а зачем тогда выполнять прежние соглашения, зачем делиться с союзниками? И англичане начинают срочно дезавуировать все свои предыдущие соглашения. Ну, с Россией говорить вообще не о чем, там как раз произошла революция. Шерифу Мекке можно сказать, что он ошибся и что ему Палестину не обещали, этому его фантазии. А вот с французами и с другими державами коалиции, с державами Антанты здесь сложнее. Англии нужен какой-то предлог, чтобы после войны Палестина и особенно Иерусалим остались за нею. И в качестве такого предлога они выдвигают нравственную такую идею, что мы получим мандат на управление Палестиной не просто так, а для того, чтобы создать там еврейский национальный очаг. И, собственно говоря, в этом состоит Декларация Бальфора. Сейчас я ее покажу. Хотя на это уже сегодня... Может быть, прежде чем вы покажете Декларацию Бальфора, если вы позволите, я покажу довольно интересную фотографию того, как Аленби входит в Иерусалим. Вы сейчас упомянули Аленби, входящего в Иерусалим. Это довольно такое символичное было событие Иерусалим. Капитуляция была подписана турками несколько раз, и лорд Аленби, в отличие от кайзера Вильгельма, о котором мы еще поговорим в следующий раз и о его встрече с Гертолем, в честь которого был сделан знаменитый пролом в стене, и потому, как его карета не могла никак вписаться в Ярские ворота, мы видим, что генерал Аленби, как скромный пилигринь, входит даже не на коне, а пешком в Иерусалим. И это во многом было очень символичным. Также на тот момент нужно вспомнить, что это третья свеча 1917 года и еврейская община Иерусалима приветствует генерала Аленби англичан как макобей. Об этом сейчас не так часто вспоминают. Современный сионистский эстаблишмент во многом оценивает негативно британский период по его последним годам. И, ну, как мне кажется, это не совсем справедливо, стоит как бы оценивать период целиком. И, вообще говоря, это вообще отдельная очень интересная тема о периоде британского мандата. Я думаю, у нас будет отдельная как бы может быть даже пару встреч, где мы коснемся разных, так сказать, событий, которые там происходили, то, что было до 1939 года, до Белой книги, то, что было после этого. Но, собственно, мы видим, что Аленби этим своим очень скромным отношением к Иерусалиму в общем задает какой-то определенный посыл, что англичане здесь уважают Иерусалим, и, собственно, англичане придают Иерусалиму статус, как мы знаем, столице. Но об этом у нас, наверное, будет немножко позже разговаривать. И он встречается, между прочим, с еврейскими лидерами Иерусалима, с еврейскими общинами. То есть, наверное, вот. Сейчас включу демонстрацию экрана. Прошу прощения. Ты можешь делать демонстрацию экрана. Да. Окей. Так. И каждый, только секунду, каждый из участников может установить нужное разрешение в смысле величину отображаемого текста, посмотрите наверху, у вас есть view options. У меня написано по-английски, может быть, у вас по-русски написано. И там вы можете выбрать соответствующее увеличение, которое вы хотите. Все. Спасибо. Итак, что интересно. Вот Ровен сейчас упомянул, что Алленбе вошел в Иерусалим в декабре. Декларация Бальфора выходит в ноябре. В тот же самый день, то есть в тот же самый день, когда лондонская газета Times опубликовала сообщение о большевистской революции в Петрограде, в том же самом номере газеты опубликована декларация Бальфора. Министерство иностранных дел 2 ноября 1917 года. Уважаемый лорд Ротшильд, имею честь передать вам от имени правительства его величества следующую декларацию, в которой выражается сочувствие с сионистским устремлением евреев, представленную на рассмотрение кабинета министров и им одобренную, то есть уже одобренную. Правительство его величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа и приложит все усилия для содействия достижению этой цели. При этом ясно подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине или же права и политический статус, которыми пользуются евреи в любой другой стране. Я был бы весьма признателен вам, если бы вы довели эту декларацию до сведения Сионистской Федерации. Искренне вас Артур Джеймс Байлор Байлфор Я хотел дальше просто немножечко сказать, что в лице двух крупнейших английских политиков этой эпохи Байлфора и премьера Ллойд Джорджа мы видим в сущности как бы прообраз двух дальнейших подходов Англии к сионизму, к еврейскому возвращению в Палестину, в Горис-Исраэль. Скажем, Ллойд Джордж, мы его сегодня упоминали, он говорил о том, что благодаря своему школьному образованию и близкому знакомству с еврейской историей он проникся симпатиями к евреям. Но через очень короткое время после выхода декларации Байлфора Ллойд Джордж скажет, что не надо думать, будто эта декларация является благотворительностью. Это сделка. И в ответ Англия требует, чтобы еврейские общины всего мира поддержали дело союзников. То есть уже так ставится вопрос. А кого он имеет в виду? Он имеет в виду прежде всего еврейские общины Соединенных Штатов, чтобы они более активно подталкивали свое правительство к участию в войне. И он видимо просто не понимая совершенно русскую революцию, он надеется, что новое революционное правительство в России, в котором много евреев, в котором Троцкий, что оно якобы вдохновится вот таким решением Англии. И это удержит советскую Россию от выхода из войны и от заключения сепаратного мира с Германией. То есть подход у него совершенно другой. А вот Бальфур остается человеком действительно филосемитом, человеком действительно сочувствующим сионистскому движению и он продолжит свое сотрудничество с ним. В 1919 году он напишет даже предисловие к книге «История сионизма», которую написал Нахум Соколов, видный деятель сионистского движения. И вот что Бальфур пишет в предисловии. «Не как эмигранты. Те, кто отправится в Палестину, не будут походить на эмигрирующих сегодня в Лондон или Нью-Йорк. Их вдохновляет не только надежда возвратиться в благоприятных условиях к тому образу жизни, который они вели в странах Восточной Европы. Они репатриируются, чтобы создать общественный организм, отвечающий их историческим и религиозным чувствам. Общество, преданное земле, на которой живет. И эта привязанность нечто большее, чем привычка. Общество, члены которого не будут страдать от раздвоенной лояльности. Материальная польза будет значительной, но, несомненно, еще большим будет успех духовный. Ну и заканчивая тему лорда Бальфора, я просто упомяну, что он ведь присутствовал в 1925 году на открытии еврейского университета. Верно? Совершенно верно. Я, кстати, если вы позволите, можно еще раз вернуть текст декларации Бальфора? Хотел обратить внимание на несколько очень интересных деталей здесь, на которые часто внимания не обращают. Там есть очень существенная и важная оговорка. Речь идет о национальном доме, но смотрите, что написано. Правительство и личство с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага. национальный очаг совершенно не обязательно государство. Тут у нас будут серьезные на эту тему разговоры, когда в 1939 году англичане заявят, что они уже в общем-то в своем white paper в своей белой книге заявят, что они выполнили обязательства, которые они на себя возложили согласно декларации Бальфоро, который, кстати, войдет в преамбулу мандата, который Британия получит в 1922 году от Лиги наций. То есть, действительно, эта декларация будет иметь во многом официальный характер. Но здесь написано, смотрите, во-первых, национальный очаг, не очень понятно, что это, является это автономией, или речь идет действительно о независимом государстве, приложит все усилия для достижения этой цели, но здесь важная оговорка, при этом ясно подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушать гражданские религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине, или права и политический статус, которым пользуются евреи в любой другой стране. Ну, насчет неевреев тут более-менее понятно, а при чем тут евреи в любой другой стране. И тут такое очень важное замечание, что евреи в британском парламенте в лице Лорда Монтеги и некоторых других были категорически против декларации Бальфора, это очень важно понимать. И, собственно, благодаря их усилиям и была внесена эта оговорка, что никоим образом не будет это задевать политический статус, которым пользуются евреи в любой другой стране. Прежде всего, конечно, имеется в виду евреи Великобритании, которые имели определенный политический статус в своей стране. Еще один момент я хотел обратить внимание, я думаю, мы с вами закончим сегодня декларацию Бальфора и, наверное, с вами уже начнем нашу следующую встречу. Но вот вы упомянули здесь Лорда Джорджа и говорили о том, что Лорда Джорджа... Рубен, можно одну минуточку перебью вас? Прошу прощения. Еще одна, конечно, тонкость, это текст декларации Бальфора. Еврейский национальный очаг в Палестине. А что подразумевается под Палестиной? И еврейский очаг... Передрянный вопрос. Да. И еврейский очаг на всей территории Палестины или только на ее маленьком кусочке? Это ведь не оговорено и это тоже станет предметом вот всей дальнейшей политики. И это позволит Черчиллю в итоге отдать Ранс-Сиорданию тому, что будет называться Хошемитским королевством в итоге. Ну да, но об этом чуть позже. Но давайте все-таки вернемся к истории с Лоидом Джорджем. Вы тут упомянули момент, который, как мне кажется, разные историки оценивают в общем по-разному. Вот, например, автор этой книги, «Отажа Станинь и Удизуэл», Девед Брок, здесь приводит довольно интересное письмо человека, о котором мы обязательно поговорим на нашей следующей встрече, который сыграл очень важную роль в достижении Декларации Батфоро, это, конечно, Вайтсман. И Вайтсман отмечает в своем письме, что, в общем-то, Лоид Джордж, когда он пишет свои мемуары в 30-е годы, время тоже сильно изменилось, британская политика очень сильно поменялась, ему как бы не очень удобно даже признаваться в каких-то своих сиористских чайниках. И надо сказать, что как раз то, что пишет Вайтсман здесь, довольно интересно. Он говорит, что никоим образом это не было некой попыткой англичан укрепить свои имперские амбиции. Вайтсман этот тезис разбивает. Он говорит, никакие имперские амбиции здесь англичан не интересуют, а здесь речь идет о, в общем-то, желании именно христианских сианистов исполнить свой долг перед евреями. И, ну, я могу здесь это здесь по-английски, у меня нету русского перевода этой книги, собственно, нет. Поэтому я могу отсылать настолько исключительно к этой книге Standing with Israel. Здесь это на 113-й странице. Это письмо Вайтсмана. И он пишет так. England thought she had no business in Palestine except as part of the plan for the creation of a Jewish woman. Англия, как бы, на тот момент считает, что ей нечего делать в Палестине, кроме как способствует фасилитировать создание еврейского национального очага. Ну, конечно, как говорят на еврейском и бомахлоке. Это можно очень по-разному оценивать. И вот вы проявили несколько другую оценку. Я с вами согласен, что оцените этот парад. Но я думаю, что, собственно, мы с вами закончили как раз темы Декларации Панфу и, наверное, будет очень логично. Это будет таким плавным переходом к этому периоду, если в следующий раз мы поговорим о раннем сионизме. В том числе упомянем очень важную роль, которую, конечно, Герцель сыграл и встреча Герцеля с Кайзером. И, кстати говоря, еще пару очень интересных фигур христианского сионизма, которые, о чем мало говорят у нас, сыграли ключевую роль в этих событиях. Конечно. Так, ну, в общем-то, все, что мы хотели рассказать, мы, наверное, рассказали. Теперь очередь вопросов. Рубен, спасибо. И только вот я хочу заметить, я заметил здесь в чате было пожелание давать... Некие тезисы. Да, давать некие тезисы. Может быть, это связано с тем, что сегодня у нас получилось немножко сумбурно, но надеюсь, что все равно интересно. У нас такой формат живого диалога. Я иногда позволяю себе некие вкрапления, немного больше, чем просто вопросы о какую-то дополнительную информацию. Но мне кажется, у нас с вами происходит это достаточно естественно, органично. А я все время перескакивал с Англией на Францию. Вопрос, можно? Вопрос. Да, пожалуйста. С докладчиком, да, можно вопрос? Насколько я в курсе, летом еще с 17-го года была предварительно обсуждалась эта декларация, и она была не принята правительством британским. И в это время вмешался Рав Кук, который оказался волею судьбы во время Первой войны оказался в Лондоне, и он обращался с петиции к евреям, и вот эти действия, дополнительные действия со стороны Рав Кука и еврейской общины Лондона привели к тому, что мы имели в итоге осенью, зимой, зиме имели декларацию Балифрона. Можно это немножко уточнить? Было это, не было. Ну, я со своей стороны могу сказать лишь то, что, конечно, Рав Кук действительно был в Лондоне, как мы это знаем, действительно он принимал определенное участие в том, что происходило, но я вам скажу честно, мое понимание, я не профессиональный историк, поэтому, конечно, Григорий сможет ответить на этот вопрос намного лучше, чем я, но мое понимание состоит в том, что, если бы, собственно, британской дипломатии это не было бы необходимо, конечно, не было бы никакой декларации, и усилия Рав Кука, они, может быть, сыграли определенную роль, но я думаю, что усилия Вайцмана, о котором мы поговорим в следующий раз, они были, может быть, даже более принципиальны. Рав Кук нам интересен просто в контексте того, что потом он будет очень знаковой фигурой, и поэтому, конечно, обращаю внимание на его деятельность на тот момент, которая тоже, она сыграла какую-то определенную роль, но я бы сказал, она была все-таки на общем фоне того, что там происходило, во многом постепенно. Это моя цена, я могу ошибаться. Я сознаюсь к своему стыду, что именно об этой стороне жизни Рава Кука мне неизвестно. Обязательно к следующему занятию это посмотрю, но думаю, что, скорее всего, действительно так и было. Фактом является то, что действительно еврейские общины Великобритании и сионистское движение, конечно, знали о планах правительства, о планах Бальфора и продвигали эту декларацию. Это понятно. Ну, вот на счет продвигали, я тут опять же позволю себе все-таки некое вкрепление. Это важно понимать, что была часть британского еврейского эстеблишмента, которая была против этой декларации. И вот Лорд Монтеги, например, и это была причина, по которой, собственно, были внесены некоторые изменения в изначальный текст декларации. Изначально не предполагалось, что там будет написана вот эта оговорка насчет того, что-то не будет задевать права евреев, проживающих за пределами, евреев диаспоры за пределами Палестины. То есть были некие опасения высказаны, что каким-то образом это уменьшит их статус или приведет к антисемитизму. То есть тут довольно непростая у нас динамика на самом деле внутри еврейского мира тоже. Ну, конечно, надо все-таки иметь в виду, что большая часть европейского еврейства жила на территории Российской империи и не могли такие люди, Рав Кук, как лидеры сионистского движения и как аристократы еврейского происхождения, не могли они совсем не думать о том, какой будет отклик и что произойдет. И, кроме того, само сионистское движение только незадолго до этого окончательно пришло к тому, что государство нужно строить именно в Палестине. Ведь долгое время рассматривались другие разные варианты. Ну, совершенно верно. Вот, кстати, с вашего позволения, раз мы упомянули здесь лорда Монтеги, который был немалой фигурой, он, в общем-то, был третьим по значению фигуры в британском кабинете. И он был евреем, который категорически ассимилирован, который был категорически против сионизма. Вот, собственно, его здесь фотография, лорд Эдвин Монтеги. И он в свое время был, ну, занимал, в общем, один из ключевых постов. Он был ответственным за, вообще говоря, британскую политику в Индии. Но я обещаю к следующему занятию найти всю информацию по вопросу, который вы задали относительно право-купо, и все подробности мы вам расскажем. И еще, если можно, позволите, еще один вопрос к вам, можно ли? Смотрите, параллельно, значит, Жаботинский тоже примерно время формировал военные подразделения в рамках британской, поставив естественно на Британию, и одновременно с ним, параллельно, Бен-Гурион создавал воинское подразделение в рамках Османской империи. Я думаю, что эта тема уже предвосхищает то, о чем мы, наверное, поговорим, Григорий, я предполагаю, на следующей нашей лекции. Ведь мы хотим поговорить о раннем сионизме, и, наверное, мы, безусловно, коснемся и деятельности Жаботинского, и деятельности Бен-Гуриона, и деятельности Байцмана, который сыграл ключевую роль, в общем-то, в достижении успеха с декларацией Барфора, и, в том числе, Ротшильда, я думаю, что это фигура, о которой мы обязательно поговорим на нашей следующей встрече. Мы, как бы, этого пока еще не коснулись, но спасибо за каждый вопрос. Маленькие, можно вопросы позвать? Во-первых, большое спасибо, действительно, ваш диалог очень интересный слушать, но если бы предварительно вот то, что хотели, посвятить какие-то небольшие тесты и включить сюда, там были ссылки на книги, статьи, которые вы упоминаете, чтобы можно было подготовиться к этой встрече, тоже почитать. Я вот, честно говоря, думаю, это будет немножко сложно сделать, учитывая тот формат, что у нас это происходит в общем достаточно органично в плане нашей беседы. Может быть, после встречи, Григорий? После встречи, как удобно. Через НАТО послать ему, чтобы он послал всем вот такую ссылку, тоже очень... Любой формат, как вы найдете, нужен. Спасибо. Григорий, я думаю, логичнее будет, если мы это сделаем после встречи, потому что у нас часто получается, у нас как бэтмидраж такой, как обсуждение. У нас часто получается, что заявленная тема немножко соскакивает, и мы рассматриваем какие-то другие аспекты. И, наверное, после встречи будет правильно, если мы потратим определенное время на то, чтобы действительно привести источники и некие тези, какие-то основные. И можно добавить... Пожалуйста. Я хочу сказать, что британскую общину сегодня, когда Украинство и Израиль хочется распространить суверенитет нашей земли, британская община пишет Пасквили, чтобы это не делать. Так что ситуация там ничего не поменялась. То есть... Но, знаете, я не сторонник... Я не сторонник назначенных черно-белых оценок. Ведь, опять же, если мы с вами говорим про американское еврейство, тоже можно сказать, что здесь все левые либералы. Ну, и тут действительно большинство, их там 80-90 процентов, но это не означает, что американская еврейская община состоит исключительно из левых либералов. Ситуация в Британии немножко отличается от ситуации в Америке, но так как я там не живу, хотя я, в общем, знаком с некоторыми евреями, живущими в Англии, я не буду это оценивать потому, как немножко за рамками моей компетенции. Но... Можно я вам добавлю, Женя, что он не совсем прав, потому что я в Англии очень много в Лондоне... Я сейчас закончу. В Лондоне я много там работал, и там есть как и религиозные сионисты, и действительно, немецкая община, Яйки, и они все очень разные, поэтому нельзя так кучу, да. Это мои наблюдения из моих визитов в Лондоне. Абсолютно правильно, у меня то же самое. Они абсолютно разные, ну просто там, ну, нельзя их сравнивать. Вы правы, да. Потому что, просто я считал сегодня, это самое... Женя, я это видел, я не считал. Я там работал и жил месяцами. О, вот это существенно. Это существенно. Но это было восемь лет назад, поэтому сейчас я не знаю, как там поменялось, но думаю, в основном нет. Потому что... Давайте послушаем, прошу прощения, Даниэла. Он поднимал руку. Даниэл. Да, пожалуйста, Даниэл. Спасибо. У меня такой вопрос. Есть, как минимум, две, так сказать, мотивации в сионизме, которые вы упомянули. Одна, историческая, религиозная, которая в основном была, по-видимому, в средние века, то, что держала общину евреев в Израиле. А вторая связана во многом с эмиграцией, как побег от погромов. Вот волны Алии, первая, вторая, третья, и тем более массовый приезд после войны. Все были связаны с, в общем, исходом от погромов. Вы можете как-нибудь сравнить, может быть, количество на нас, или может быть, как-то иначе. Как, насколько сильны оба эти аспекта в сионизме? Насколько он был исторически религиозным, или насколько он был просто побегом от погромов? То есть, Дарья, это ваша тема, религиозная или светская мотивация сионизма, правильно? Да. Окей. Я скажу, что все-таки... Да, сейчас включу свет. Григорий, если вы не возражаете, и Даниэль, мне кажется, я записал этот вопрос, потому что мне кажется, что он во многом предвосхищает наш разговор на следующей встрече, потому как сегодня в основном мы говорим о христианском сионизме, и практически темы сионистского движения так напрямую не коснулись. Я думаю, что мы обязательно коснемся этой темы на нашей следующей встрече, она, в общем, будет ключевой, и я бы, в общем, предложил, я этот вопрос записал. Я бы предложил этот вопрос как один из вопросов к рассмотрению на нашей следующей встрече. Мне кажется, вопрос очень интересный и важный. Григорий, что вы скажете? Извините, Григорий, я извиняюсь, по поводу комментариев Руэна, моя тема, которую я хотел, предлагал в качестве дебата, она шире, чем эта. Мне кажется, что светский сионизм включает в себя как бы моральный посыл еврейской традиции, это гораздо более широкая тема, чем просто бегство от погромов. То, что я спрашиваю сейчас, это вот именно связано с очень узкой, так сказать, формулировкой. Вот бегство от погромов или религиозная мотивация? Если говорить о начале 20 века, то я думаю, что в количественном отношении это бегство от погромов, во-первых, и плюс просто идеология, может быть, не бегство ниоткуда, а движение куда, движение зачем, но не столько по религиозным, сколько по национальным мотивам. Вот такой светский сионизм. Хотя, конечно, преуменьшать значение религиозного сионизма тоже не надо. Вот, единственное, что я хотел добавить, что все-таки тема всего нашего курса это не Палестина в целом, а мне написано, что динамик не работает. Работает, мы вас слышим. Работает? Работает, просто вы, видимо, очень близко были, немножко шуми, немножко фон. Все нормально, все отлично. Все-таки тема именно Иерусалим, и в Иерусалиме все происходило немножко не так, как в остальной части эры Цесраэль. Можно, например, сказать, что в британский период, так вот забегая вперед, в Палестине в целом рост численности еврейского населения на 75% обеспечивала репатриация, и только на 25% это естественный прирост, то есть рождаемость. А в Иерусалиме примерно 50 на 50, то есть там совершенно другая ситуация. Интересно. Друзья, мне кажется, наше время немножко уже истекло, а вопрос Даниэля достаточно глобальный, я думаю, это стоит поднять в том числе как одно из тем обсуждения на следующий раз, тем более, что мы должны обязательно поговорить о истории раннего сионизма в связи с Иерусалимом, в связи с историей Иерусалима, я думаю, это как раз будет то, о чем мы поговорим на нашей следующей встрече. Я хотел вас всех поблагодарить за участие, хотел сказать огромное спасибо Григорию за, как обычно, очень интересный материал, и я лично для себя узнал много нового, и большое спасибо всем нашим участникам, большое спасибо Натану за техническую поддержку, а также я так понимаю, что если у вас будут вопросы, пожелания по поводу нашей следующей встречи, вы можете их оставлять в комментарии под видео, или, возможно, писать об этом. Как раз на эту тему. Кроме совершенно общепринятых способов написать, писать, например, в Ютубе, это, пожалуйста, я не очень понимаю, кто там будет видеть, отвечать. Я предлагаю такую схему. До того, как мы определим, что по большинству мнений, какая площадка лучше, WhatsApp, страница в Фейсбуке, отдельный форум, еще что-то, опять, посмотрите, в чате есть ссылка на голосование, вы можете проголосовать. Я предлагаю такую, пока что самую простую схему. Известный сайт, который называется gilmod.org, да, вы идете на вкладку, которая называется «Русские курсы». Там же я напишу сейчас на главной странице, сделаю, будет ссылка на все страницы с нашими встречами, конференциями. Идея такая, для каждой встречи будет отдельная страница, будет отдельный пост, который будет включать теоретически, да, он будет включать название, он будет включать, как бы, содержание, он будет включать резюме, он будет включать запись, и там же будет возможность для комментов. Пока это место, которое мне проще всего сделать, грубо говоря, я его уже сделал. Хорошо? Поэтому вы можете пойти на сайт www.budemod.org, начиная там, при этом, с завтрашнего дня, найти с главной страницы соответствующую страницу, соответствующий пост, и там оставить свой коммент. Если кому-то... Натан, прекрасно, у меня будет небольшое добавление, если можно, об этом сообщить людям как-то в форме письменной, потому что некоторые устно это не воспринимают, не все нас сейчас видели. Да, нет проблем. Сейчас еще один момент, с точки зрения communication, с точки зрения, сейчас, Гриш, секунду, ладно, с точки зрения нашего общения, есть два способа. Первый способ не очень правильный, то, что я делаю сейчас, он достаточно мучительный, а именно каждый раз брать, выбирать все адреса из тех, кто зарегистрировались, еще раз, регистрация в силе, сегодня был исключительный линк, он одноразовый, больше этим не пользуйтесь. Тот линк, который на регистрацию, он правильный, и это линк, по которому будут проходить дальнейшие встречи. Вот каждый раз брать оттуда мейлы, зарегистрировавшись, и просто посылать почту, это мучительно. Мне гораздо проще и гораздо правильнее это, посмотрите в чате, есть подписка на список новостной лист. Как только вы туда подписываетесь, вы получаете сообщение только в отношении этих встреч, более того, у вас всегда есть опция отписаться от товариста, вы не будете получать сообщение. Окей? Спасибо. Я хотел спросить, вот эти ссылки, о которых мы сейчас говорили, их туда же, на Лельмоторг? Да, смотри, те люди, а именно ты, Рувен, которые занимаются тем, что они присылают материалы для этой страницы, вы пишите мне напрямую. Все, что ты хочешь, чтобы появилось на этой странице, ты пишешь мне напрямую. Резюме, ссылки, но это мы выясним потом как бы в нашей личной беседе. Это общая схема. А те люди, которые участвуют как бы в обсуждении, они на сегодняшний день сейчас, они могут писать там комменты, ответы на комменты и так дальше. Дальше мы посмотрим. Если через короткое время окажешь, народ скажет, мы хотим проще всего это сделать отдельную страницу в Facebook. Если проблем, значит, мы сделаем отдельную страницу в Facebook. На сегодняшний день это будет на этой странице. Окей? Прекрасно. Значит, у меня в таком случае будет просьба всем нашим участникам действительно как-то активно писать, чтобы у нас был, чтобы у нас была обратная связь, чтобы у нас был фидбэк. И мы были в курсе того, что вам по-настоящему интересно. Мы, разумеется, с Григорием постараемся это подготовить. И я, Григорий, очень благодарен за очень интересную встречу. Я благодарен, опять же, Натану, всем участникам. Еще раз всем большое спасибо. Я надеюсь, в то же самое время, на том же месте, в тот же час, в следующий вторник, с Божьей помощью, мы с вами снова в эфире. Так что не забывайте о нас. Ревен, спасибо огромное. Натан, спасибо огромное. Я хочу вас еще поблагодарить за вчерашнюю конференцию. Представляю, как вы устали, так что желаю вам хорошо отдохнуть. Это нормальное состояние. Последнее техническое, я дико извиняюсь, что я все равно добавляю. Смотрите, теоретически можно вернуться к такой прошлой схеме, которая была самая классическая и удобная. Если мы разрастемся до того, я чувствую, что у нас есть потенциал, что у нас реальное обсуждение, конечно, это удобно делать вместе, где есть отдельные ветки, отдельное обсуждение. Это правильнее отслеживать, это сохраняется. Прогоняется, правильно в этом участвует. На самом деле, это как бы тот форум, который были очень распространены, пока их не съели в Фейсбуке и все остальное. Поэтому в том голосовании, которое я представил, там есть на самом деле ссылка на форум. Он в настоящий момент умер, грубо говоря. Там куча всякого спама. Его можно вычистить и привести в соответствующий вид. Люди ушли со всех нормальных мест и существует исключительно как бы в Фейсбуках и Ватсапах. Это два места. Но если народ решит, что мы созрели для того, чтобы вернуться к серьезным обсуждениям, можно вернуться к нормальному форуму. Окей? Окей. Прекрасно. Прекрасно. Большое спасибо еще раз всем. И до новых встреч. Всем крепкого здоровья, хорошего настроения. И, как мы говорим, шалом Иерусалим. Желание мира Иерусалима. Да. Шалом Иерусалима. Желание с Иерусалимом. Поэтому, конечно же, мы желаем мира Иерусалима. Тем более, что Иерусалим – это Ир-Шалем, это город мира. Так что, друзья, всем до свидания. Большое спасибо. Спасибо. Окей. Всем счастливо. До свидания. Спасибо большое всем за участие. Пока-пока. Продолжение следует.